Бытует мнение, для того, чтобы человек был здоров, не болел простудными заболеваниями, нужно просто регулярно кушать цитрусовые. Но если бы так происходило, в реальной жизни, вы бы ходили хронически здоровыми, а врачи сидели бы хронически без работы. Так как вы понимаете, что цитрусовые все-таки едите, они сегодня достаточно доступны практически везде. Круглый год вы можете их употреблять, а иммунитет все-таки вы ищете, как его укрепить. Вы понимаете, где-то что-то тут недосказано, и есть какая-то прореха. Да, я вам скажу, не имеет значения количество цитрусовых, которые вы будете съедать в эпидемический сезон, то есть осенний, зимний, весенний период года. Имеет значение, насколько правильно вы будете кушать цитрусовые, для того, чтобы иммунитет реально повышать. Потому что не столько они повышают иммунитет, сколько они помогают вам поднять иммунитет. И важно их использовать правильно. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, почему недостаточно только цитрусовых для повышения иммунитета. Вы также узнаете последовательность действий, которые вы должны совершать регулярно, для того, чтобы иммунитет был достаточно прочным и надежным, чтобы болеть как можно реже. Ну и также, что делать при гриппе или ОРЗ, если они, не предупреждая, застегли вас все-таки врасплох. Итак, первое. Почему только цитрусовых не хватает для подъема иммунитета, для поддержания иммунитета? Конечно, цитрусовые – это источник разнообразных витаминов и микроэлементов. Как вы понимаете, это кофакторы ферментов, они ускоряют ферментативные реакции и, в принципе, поддерживают обмен веществ на достаточно высоком уровне. Кроме того, цитрусовые содержат разнообразные органические кислоты, которые определяют в комбинации с сахарами вкус, и вы их легко можете отличить один от другого. И это тоже энергия, в том числе и для вашей иммунной системы. Цитрусовые богаты витамином С. Многие считают, что именно он повышает иммунитет. Но вы знаете, витамин С имеет к повышению иммунитета примерно такое же отношение, как болит Формула-1 к перепахиванию огорода. Конечно, можно им вспахать какую-то часть огорода, но весь огород вряд ли, особенно для подпосадки. Витамин С никогда не повышал иммунитет. Он оптимизирует обмен веществ. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Потому что обмен веществ идет через капилляры. А витамин С, в содружестве, кстати, с витамином П, они оптимизируют проницаемость капилляра. И за счет этого обмен веществ идет оптимально быстро. Продукты питания, водичка и кислород, через мембрану капилляра попадают в клетки на работу. А продукты жизнедеятельности, или как их называют по-другому, обменные шлаки, через ту же мембрану в обратную сторону. И все это происходит достаточно быстро. Если понять, что движение крови в капилляре, где собственно идет обмен веществ, примерно продолжается одну секунду. То есть компоненты крови проскакивают, этот отрезок, примерно за одну секунду. И первые полсекунды должно 500 питательных веществ, водичка и кислород, пройти через мембрану, проскочить в санитую ткань и питать клетку. А вторые полсекунды водичка с отработанными продуктами жизнедеятельности и с углекислым газом должна выскочить из санитой ткани в кровеносное русло. То есть такой ченч должен произойти. Всего одна секунда на это дается. Это очень мало времени и очень важно проницаемость сосуда. Поэтому, когда витамина С не хватает, появляется патологическая кровоточивость. То есть в санитую ткань истекает все что угодно, а шлаки не уходят. И это достаточно серьезное заболевание под названием ЦНГ. К счастью сегодня встречается относительно редко. Значительно чаще сегодня встречается иное состояние. Когда попытки поднять иммунитет большими дозами цитрусовых перебираются витамином С. И при этом он вызывает патологическую хрупкость сосуда. Причем эта хрупкость развивается еще быстрее, чем развивается атеросклероз. При самых благоприятных для него условиях. И это важно понимать, что не размер имеет значение, а правильное использование. Цитрусовых для повышения иммунитета. Еще раз напомню, важен не объем, не количество, а правильное использование. Поэтому, для того, чтобы вы понимали, где цитрусовые находятся в системе повышения иммунитета, я вам расскажу сейчас последовательность действий, которые вы должны совершать. Для того, чтобы ваш иммунитет был на должном уровне. Чтобы вы не искали, как его повышать, как его укреплять. На первое место я бы поставил бы стресс. Те стрессы, которые могут тревожить ваш организм, нужно к ним правильно относиться. У индусы, у них великолепное есть выражение такое. Только не сведущий сердится, мудрый понимает. Нужно понимать, что с вами происходит. И соответственно совершать целенаправленные действия. Тогда уровень стресса у вас снижается, а уровень иммунитета автоматически повышается. Если вы все делаете правильно, прекрасно. Когда вы не можете сдержать свои эмоции по различным поводам, я понимаю, что мозг не получает должное метаболическое обеспечение, не получает нужное качество крови. И может мозг шалить в этих условиях. И множество факторов так или иначе изменяют активность мозга. Но метаболическое обеспечение мозга зависит от одного. От состояния вашей печени. Если ваш метаболический мозг в вашем организме работает оптимально, работает хорошо, кровь он подготавливает так, как необходимо для вашего организма, то и мозг реальный тоже будет работать в оптимальном режиме. Поэтому важно понимать, что стресс сам по себе показывает, кто работает плохо, а плохо работает печень, желчный пузырек. И при этом сам по себе стресс нарушает работу печени в дальнейшем и не дает возможности выйти человеку из этого состояния. А выход, как вы понимаете, простой. Нужно на какое-то время контролировать свои эмоции и заняться своей печенью. Восстановление нормальной работы печени улучшает метаболическое обеспечение мозга. И стрессы вас как бы покидают. Исчезает как бы женский ПМС, исчезает агрессивность, агрессивность, исчезает раздражительность, исчезают страхи, тревоги, депрессии. Все это исчезает, потому что мозг получает оптимальное количество крови. Он уже не тревожится, что кровь плохая. Он уже не снижает свою активность до уровня метаболического обеспечения и не попадает в состояние депрессии. Как вы понимаете, выведение из депрессии стимуляторами приведет к еще более глубоким последствиям. Негативным естествам. Именно поэтому очень важно понимать, как контролировать состояние мозга на метаболическом уровне. Не прибегая к различным седативным или стимулирующим средствам. Это имеет временное значение, но не решает ситуацию в целом. Второй компонент, который обязательно вы должны использовать в системе для повышения иммунитета, это достаточное белковое питание. Выберите вы белки растительного происхождения или животного, это ваш выбор, но полноценный все-таки набор аминокислот, это комбинация животных и растительных белков вместе. Это русские пельмени с мясом, это украинские вареники с творогом, это другие комбинации белков животного растительного происхождения. Важно, чтобы они попадали хотя бы 1-2 раза в день утром. В этом случае вы в холодное время года еще одновременно и согреетесь, потому что белки повышают обмен веществ и не дают вам замерзнуть в более суровых условиях окружающих среды. Но белки важны для другого. Когда вы съедаете любой объем белковой пищи, неважно какого происхождения, вы должны разделить на три части. И одна треть уходит к клеткам иммунной системы. Важно понимать, что есть еще белковый оптимум. Для человека среднего возраста содержание белков в пище равно весу. То есть, если человек весит 70 кг, у него количество белков в рационе питания должно быть 70 грамм. И треть из этого количества белка идет на поддержание иммунной системы. Если человек весом 70 кг употребляет 50 грамм белка, он должен понимать, что у него 25 грамм уходило раньше на иммунную систему, а 45 грамм шло на обмен веществ в его организме, при снижении количества белков до 50 грамм в сутки. Этот же человек 45 грамм тратит на свой обмен веществ. И только 5 грамм идет в клетки иммунной системы. Вы должны это понимать. То есть, белковый голод приводит к тому, что в первую очередь страдает иммунная система. И вот такая небольшая урезка рациона приводит к тому, что активность обмена веществ снижается в 5 раз. Вот. Представляете себе картинку. Поэтому важно понимать, как сбалансировать свой рацион питания, и особенно по белкам. Где в этой системе лежат цитрусы вы? Легко и просто. Цитрусы вы можете использовать так, как я использовал, как аперитив. Потому что все-таки они, как правило, кислого или кисло-сладкого вкуса. А это естественный раздражитель для пищеварительной системы, особенно для желудка. И пока я вам рассказываю, как поднимать, укреплять иммунитет, в это время цитрусовые раздражают мой желудок и готовят его к приему белковой пищи. Что вы можете использовать вместо цитрусовых? Ну, не купили. Как-то закончились они у вас. Пряности. Пряности тоже усиливают работу пищеварительной системы. Тоже помогают переварить белки. И усваивать их вам, а не патогенным представителям кишечника. Потому что очень часто у людей есть дисбактериоз. А это говорит о том, что пища полноценно уже не переваривается, и вы частично ею вынуждены делиться с патогенными бактериями. Я бы сказал немножко по-другому. Когда у вас есть дисбактериоз, то бактерии в кишечнике определяют, что из съеденной пищи достанется вам. Потому что они находятся у кормушки, они находятся первыми. Они усваивают непосредственно в их кишечнике. А вы получаете пищу, которая переварившись в кишечнике, сосала с кровью. Как вы понимаете, кто питается первым, а кто питается объедками со стола. Поэтому важно понимать, что если у вас есть дисбактериоз кишечника, а такое видео вы можете посмотреть на моем канале. Подписчики наверняка его уже видели. Вот и вы можете понять, что делать, если есть дисбактериоз кишечника. Тем более, что под его маской очень часто маскируются различные паразиты, глисты, простейшие. Они тоже в кишечнике очень часто паразитируют. Там больше всего просто еды. Она первой попадает, и у нее деребанец в первую очередь. Поэтому важно понимать, как подготовить правильно свою пищеварительную систему, чтобы она легко переваривала белковую пищу, и чтобы все-таки были ближе к первоисточнику. Не питалась ваша иммунная система объедками с вашего стола. Вы, кстати, можете более подробно про правильное питание посмотреть в видео «Консультация врача-диетолога онлайн» на моем канале. Это легко и просто сделать. А для того, чтобы те аминокислоты, которые вы усвоили, будем считать, что вы их уже переварили, вы знаете, как это делать правильно, опять-таки, они идут на сборку в печень, и от метаболического мозга вашего организма, зависит, куда пойдут эти аминокислоты, на что они будут использованы. Что очень важно еще понимать, что для того, чтобы иммунная система работала оптимально, есть много разных витаминов. Но есть один витамин, без которого ей работать сложно. Это витамина. Он тоже должен быть в вашем рационе. Самый простой источник витамин А это обычная морковь. Можете взять витамина из свеклы, из тыквы, из болгарского перца. Можете взять масло плодового глюпихи, плодов шиповника, там тоже есть витамина. Без него иммунная система ну просто очень плохо работает. Тем более, что этот витамин помогает контролировать бактерии и вирусы на расстоянии от вас. То есть, не пуская их в контакт со слизистой оболочкой и тем более в внутренние среды вашего организма, от количества витамина А зависит выработка секреторного иммуноглобулина А, который связывает активность патогенных бактерий, вирусов на всех барьерных органах. И таким образом они не могут попасть в организм. Ну конечно, если вы правильно побеспокоились о белковом питании и о доставке витамина А с помощью вернее витамина интерферона антител на слизистый. Это очень важно понимать. Как вы понимаете, если вы переходите на сбалансированное белковое питание, то вы должны исключить такие методы типа оздоровления организма и повышения иммунитета, как лечебное голодание. Потому что это просто пищевой стресс, при котором не то что витамина не попадают в организм, белки не попадают, а те, которые есть, активно используются патогенной микрофлорой, которую никто никогда не удалит. Невозможно сделать организм стерильным, окружающая среда кишит бактериями, вирусами. Вы не можете ее очистить и фактически сделать свою иммунную систему более в таком вольготном режиме работающей. Это важно просто понимать. Также вы должны понимать, что есть разные методы, которые помогают подготовиться организму к экстремальным условиям. Жизни вне помещений, но в достаточно прохладных условиях. Я говорю про моржевание, про обливание холодной водой. Если вы думаете, что это повышает иммунитет, никогда не повышало. Просто холодовый стресс через раздражение рецепторов кожи всегда стимулирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. Знаете, есть такая система в организме, которая раздражается при действии любых стрессовых факторов, в том числе и экстремального холода. Напомню, что зона теплового комфорта по воздуху это плюс 18, по воде она еще выше, теплопроводность воды выше. И это важно понимать, что если в окружающей вас среде температура воздуха меньше, чем плюс 18 градусов по Цельсию, то это для вас уже легкий стресс. Я уже не говорю про то, что некоторые там ныряют в прорубь, обливаются холодной водой на морозе. Это все здорово, это все классно, но это тоже стресс. Не буду вас утомлять подробностями, как это влияет негативно на ваш организм. Видео про лечебное голодание, про моржевание есть на моем канале, вы легко можете посмотреть. Чтобы не потерять мой канал на просторах интернета, лучше вам подписаться на него. Несколько сотен видео, это все-таки достаточно большой объем информации. Если попробуете просмотреть все видео без перерыва, я думаю, что у вас уйдет на это несколько недель. И важно понимать, что стрессовые ситуации вы, конечно, можете к своему организму применять. Но в случае попадаете под стресс, возвращаете к началу видео и понимаете, что стресс любого происхождения все-таки всегда подавлял вашу иммунную систему. Вся система питания вам уже абсолютно не нужна, если вы эмоциональный стресс заменили холодовым стрессом или пищевым стрессом. Не имеет никакого значения. Что еще важно делать в подготовке вашего организма к сезону гриппа и простуд. Важно знать состояние почек. Вы должны прекрасно понимать, что человек весом 60 кг в обычных условиях для поддержания обмена веществ должен употреблять примерно 5% от массы тела количество жидкости в сутки. То есть при весе 60 кг 3 литра воды в разных видах человек должен употребить ежедневно эта норма для поддержания водного баланса в организме. Потому что если вы не даете достаточное количество воды вы не компенсируете как вы понимаете организм вначале будет экономить и тормозить обмен веществ а потом просто будет высыхать а высыхание это синоним старения. Если вы откроете старые книги старые учебники то для того чтобы вернуть человеку молодость стремились увлажнить не высушить а увлажнить поэтому водный баланс важно поддерживать и важно его поддерживать регулярно потому что в случае если вы заболеете гриппом то все-таки иммунная система какой-то нашла вернее вы нашли новый для вашей иммунной системы вирус то человек имеет право заболеть но тут важно правильно просто сопровождать эту инфекцию а одно из условий разумного сопровождения инфекции вирусной это достаточное употребление жидкости если в обычных условиях человек весом 60 кг должен употребить 3 литра жидкости в сутки то повышение температуры на 1 градус то есть 37,6 4 литра в сутки 38,6 5 литров в сутки понимаете какая-то величина какая-то на русском намочеводелительную систему а если в почках как у многих находится песочек так называемый солевой диатез я уже не говорю про мочекаменной болезни у вас возникает серьезная проблема количество жидкости через почки увеличивается поток жидкости увеличивается если песочек пойдет с места то вы одновременно с гриппом с простудой будете уже лечить и цистит и улетрит и простатит то есть эти ситуации легко обостряются если вы не знали как правильно готовиться к вирусной инфекции также я бы советовал вам заняться своей все-таки печенью потому что если в печени есть явление жирового гепатоза у вас был когда-то избыточный вес вы его каким-то образом или у вас есть маркеры вы сделали анализ у вас есть вирусы гепатита B, C и дальше по алфавиту вы должны понимать что печень не самая лучшая не в лучшем виде а именно от нее зависит поставка антител вернее поставка аминокислот для выработки антител для выработки интерферонов который должен отметить клетки зараженные вирусом должен прилипнуть к бактериям пометить их таким образом и отметить клетки которые пошли по пути неумеренного деления то есть стали злокачественными три вида интерферона вырабатывается каждый из них отмечает свои клетки своих патогенов только по этим меткам находит клетка иммунной системы и уничтожает если интерферона для выработки надежного иммунитета не хватает а его не хватает может по причине белкового голодания чем я уже сказал выше то вы должны понимать что какое-то звено или какие-то звенья вашей иммунной системы охлаждения могут работать не самым эффективным образом и вы это должны понимать и правильно на эти ситуации реагировать и правильно их решать поэтому важно создать тоже для печени более-менее комфортные условия для работы чтобы вы не думали как очищать кровь как накормить каждую клетку вашего организма как поддерживать в хорошем состоянии нервную систему чтобы она работала оптимально и без стрессов решала различные жизненные задачи поэтому это важно понимать такие видео есть на моем канале есть видео опять-таки напомню консультация врача диетолога онлайн есть видео хорошая работа печени или плохая работа печени тут в зависимости от того оптимиста или пессимиста по-разному ищут кто-то ищет как сделать печень работу печени хорошей кто-то считает что все но не все так плохо в королевстве датском пока у вас есть печень важно знать что с ней делать правильно если вы понимаете что вы заболели какой-то вирусной инфекцией вы знаете есть несколько видео на эту тему на моем канале есть что делать при первых признаках вирусной инфекции есть что делать первая помощь при вирусных инфекциях есть признаки первые признаки осложнений потому что поздние признаки осложнений вам любой дурак поставит вы должны понимать когда ваш организм переносит инфекцию сложно но терпимо справляется с этим и когда организм уже не справляется с той инфекцией которую вы его нашли поэтому важно понимать что делать ну кто не хочет читать видео я понимаю что в видео везде закладки не поставишь есть такая на русском языке книга про грипп профилактика рациональное лечение и полноценная реабилитация книжку тоже можно заказать а я пока вы думаете что делать со своим иммунитетом как его правильно поддерживать как вы помните в начале видео я употребил цитрусовый теперь чувствую что они уже выполнили свою функцию я чувствую легкое раздражение желудка понимаю что там выработался желудочный сок и пойду заброшу туда порцию белка чтобы он переварился и хорошо накормил иммунную систему а заодно и нервную систему чтобы продумать какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия и разместить на своем канале на ютубе а вы пока продумайте может быть если вам это видео понравилось не забудьте поставить лайк отправить это видео ссылочку на него своим друзьям знакомым возможно еще не все знают как правильно укреплять иммунитет с помощью различных цитрусов они доступны а иммунитет чаще всего снижен важно просто правильно их использовать в системе под названием здоровый образ жизни правильное сбалансированное питание тогда все будет протекать оптимально рационально в вашем организме и вы будете жить без болезней а врачи хоть немного отдохнут в это сложное время что очень сложно бегать по вызовам когда скользко в окружающей среде и прохладно достаточно лучше мы будем с вами общаться через интернет до новых встреч на моем канале до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитры